Продолжается реализация дорожной карты предвыборной программы партии «Нуратан. Путь перемен. Достойную жизнь каждому». Направлена она на улучшение социально-экономического развития региона. Секретарь областного маслехата Владимир Бубенко и председатели постоянных комиссий в целях мониторинга исполнения предвыборной программы посетили ТО Кызылжар-Су, где ознакомились с состоянием сетей и сооружений, обеспечивающих бесперебойное водоснабжение города и прием сточных вод. Моя коллега подробнее. Потребительные услуги ТО Кызылжар-Су, население города и все предприятия Петропавловска. Это порядка 95 тысяч абонентов. Протяженность водопроводной сети составляет 343,5 километра. Депутаты посетили насосную станцию, снабжающую город питьевой водой. И так давно здесь заменили 4 насоса, что способствовало экономии электроэнергии. Стояли двигатели 800 киловатт. Сейчас на этих насосах двигатели по 400 киловатт. Работают в автоматическом режиме. То есть, поддерживают заданное давление, которое мы задаем. Если в городе увеличится расходность, двигатели начинают раскручиваться, и подача, в принципе, остается то же самое давление. Сегодня еще что-то нужно менять, новое оборудование? Ну, в планах у нас заменить еще два насоса, которые у нас стоят, чтобы уже полностью насосная станция работала нормально. Посетили депутаты фильтровальную станцию. Здесь в 2014 году была проведена модернизация, что позволило увеличить мощность. Теперь уже мы поставили за счет собственных средств насос «Флюк» производительность 3000 кубов в час, при 250 так же киловаттах потребления. То есть, по сравнению с 2014 годом у нас вышла экономия 40%. При тех же киловаттах качает он почти два раза. А вот этого 3000-ника хватает? Нет? Только поддерживать уровень. Держит уровень? Уровень держит, да. Но перед весной нам надо осаживать уровень. Для этого мы включаем насос «Иртыш», там их три, да, она старая, и садим уровень перед весной, перед паводком, потому что приходит как бы… Прошлым летом горожане то и дело жаловались на неприятный запах сероводорода, исходящего от местного биопруда. Данный вопрос частично решается за счет собственных средств предприятия. Заключен договор с научно-техническим центром воды для проведения альгализации накопителя. Осуществлена закупка и начато пробное применение препарата хлореллы, позволяющего ускорить биоокисление, разлагающее органические вещества, и тем самым снизить выделение продуктов горения, а именно сероводорода. Зиму водоем ушел именно с теми параметрами, которые были запланированы в начале года. То есть на данный момент, в принципе, ведется мониторинг изменения воды, как там, что происходит. Сейчас уже, в принципе, технически готово все к тому, чтобы начать вносить это все под лед. Будет буриться лунки, туда будет заливаться под лед, и как только лед начнет сходить, она начнет работать. То есть мы по максимуму, получается, выработали план мероприятий, чтобы именно на эту весну снизить выбросы сероводорода. Одной из остро стоящих на предприятии проблем остается износ магистральных сетей, водоводов и коллекторов. Сегодня необходима их реконструкция. Требуется расширение сетей централизованной канализации, особенно в районах частной застройки, так как идет рост подключения воды в жилые дома, а канализация там отсутствует. В лучшем случае, отмечают специалисты, строятся септики. Но все это ведет к поднятию грунтовых вод и заболачиванию территорий. Анастасия Дроняк, Анатолий Велонок, Служба новостей.